Привет всем! Сегодня мы отправимся на знаменитый остров Саона. Друзья, подписывайтесь на наш канал и обязательно оставляйте свои комментарии. Налюбовавшись на город художников Альтес-де-Чавон, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске, мы отправляемся посмотреть на жемчужину Доминиканской Республики, райский остров Саона. А пока мы проезжаем по знаменитому району миллионеров Касса де Кампа. Находится он недалеко от побережья Ля Романа и является воплощением роскошной жизни. Повсюду здесь расположены шикарные виллы и знаменитые гольф-поля. Сюда любят приезжать представители элиты и звезды шоу-бизнеса. Свои деревенские домики имеют Шакира, Хулио Глейсиас, Анджелина Джоли, Брэд Питт и многие другие знаменитости. Ведь хорошо иметь домик в деревне, особенно если это деревня, называется Касса де Кампо. До пристани мы ехали совсем недолго, минут 10. Сейчас мы пересядем на скоростные лодки Спидборд и всего через 40 минут окажемся на острове. Кстати, на таких лодках не рекомендуется ехать беременным женщинам. Скорость действительно очень большая и лодка сильно бьется волны. Для начала нас разделили на две группы, примерно по 20 человек и всем выдали спасательные жилеты. Ну что, поехали! Совсем скоро мы окажемся на райских пляжах. А пока нас окружает только темная, какая-то непрозрачная вода реки Чавон. Но чем дальше мы удаляемся от берега, тем прозрачнее и красивее становится вода. И, наконец-то, Карибское море предстает перед нами во всей своей красе. На огромной скорости мы проносимся мимо людей, занимающихся снорлингом. И происходит несчастный случай, который мы не можем показать. Более подробно читайте в нашем блоге. Итак, наша первая остановка прямо в море, в 400 метрах от берега. Глубина примерно по пояс. Установили стол, куча алкоголя, ром, вино, шампанское, закуски и обещали кучу морских звезд. Но на самом деле звезды здесь не валяются под ногами и не ждут, пока их найдут туристы. Их еще нужно поискать. Огромное спасибо парню из нашей группы, который нашел целых четыре. И у всех у нас получились отличные фотографии. И еще если вы немного подержите ее на ладони, то почувствуйте, как она присасывается к вам своими присосками. Если кто-то вдруг не знает, держать звезду вне воды можно не более трех секунд, иначе она может погибнуть. Во время нашей фотосессии ни одна звезда не пострадала. На самом деле, наши счастливые лица это всего лишь игра на камеру. После того, что случилось, настроение у всей группы было очень подавленным. В подобных случаях уважающая себя туркомпания остановила бы экскурсию, вернула всем бабки и развезла бы всех по отелям. Но, блять, представители аннекс-тура ничего этого не сделали. Наша экскурсия продолжилась, как ни в чем не бывало. Так что, не будем о грустном. Давайте лучше посмотрим на красоту. Когда все наконец нафотографировались, нас повезли на сам остров. И перед нами открылись прекрасные виды, как с открытки. Посмотрите, какая красивая вокруг вода. Она переливается всеми оттенками голубого. Пальмы, белый песок, все-таки не даром саону называют жемчужиной доминиканы. У каждой компании, которая привозит сюда отдыхающих, есть своя зона отдыха на пляже. В зоне аннекс-тура нас встречали приветственным напитком, бесплатным мини-баром с алкоголем, кофем и прохладительными напитками, а также щедрой доминиканской улыбкой. Также есть вот такая зона с диванами, где можно оставить свои вещи или просто отдохнуть. Ну и конечно же есть душ и туалет. Правда, душ ни хрена не работал, там просто не было воды. Ну, а туалет вроде все нормально. Прямо на пляже готовят мясо и лобстеров к обеду. Кстати, обед здесь проходит по системе шведский стол. Здесь готовят даже тухлых лобстеров. Одного такого тухлого приготовленного лобстера пронесли за наш стол. Но представитель аннекс-тура Кристина нас уверяла, что все лобстеры в доминикане так пахнут. Да. Правда, потом поменяли, но все равно. Оказалось, что повара, которые работают на аннекс-тур, готовить просто не умеют. Лобстер был очень жесткий, пережаренный, переваренный, сгоревший. После так называемого обеда у нас оставалось 2 часа на то, чтобы познакомиться с островом. Итак, Саона. Гордость Доминиканской республики. Говорят, именно здесь снимали рекламу знаменитого батончика Баунти. Но так говорят, чуть ли не про каждый красивый остров. Ну, знаете, на острове действительно очень красиво. Здесь пальмы, склоненные над водой, белый песочек. Правда, и народу достаточно много. Кстати, остров является национальным заповедником, и здесь нет ни одного отеля. А после 16 часов все туристы должны покинуть остров. А еще мы нашли красавицу Пальму, наклоненную над водой, как на картинках. Но рядом с ней, конечно же, было очень много народа, так что пришлось немного подождать. Но зато мои фотографии получились просто великолепные. И на этой пальме Юля хотела сфотографироваться. Но увидев вот это чудо, она передумала. Обратно мы возвращались уже на катамаране. На корме была натянута специальная сетка, и на ней было очень прикольно сидеть и смотреть на море под собой. Кстати, мы целых два раза видели дельфинов. На борту был бесплатный бар, и все желающие могли выпить алкогольные и безалкогольные напитки в любом количестве. А кому было впадло спускаться в каюту, могли заказать у персонала. Команда была очень доброжелательная, и все улыбались. Всю дорогу играла зажигательная музыка. И вот эта парочка очень здорово танцевала. Посмотрите, какие они милые! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok